Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной влог новостей The Isle of Rima. Ну а перед началом, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех наших спонсоров и донатеров на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Ну, а еще прямо сейчас хотелось бы вас попросить, чтобы вы поставили большой жирный лайк под видео, потому что это бы меня еще больше смотивировало для вас снимать больше информативных новостей и стримов на канале. Также я выражаю огромную благодарность за некоторую предоставленную информацию своему другу и подписчику Сильвестру Лебовске. Итак, вышел очередной влог от разработчиков за проведенную работу за месяц. Давайте разберем его. Насколько мы знаем, часть этого месяца была потрачена на работу над обновлением ночного видения 5.5. Многие ждали иного ночного зрения, более глубокие очертания объектов, их видимость. 60% игроков из 100 было разочаровано. Также ночное зрение многим игрокам принесло, проще говоря, влияние на здоровье, головные боли, усталость, глаз. Не знаю, как у них, у меня ничего такого не было. Честно признаюсь, при всем моем уважении к игре и разработчикам я был немного разочарован. Конечно, да, мы знаем и нам сто раз говорили о том, что ночное зрение в игре будет кошмаром для игроков, погрузит нас в полный хоррор. Оно создается с соответствием того, как видят животные в темноте или могли видеть. Разработчики рассказали, что ночное зрение будет немного переделано и изменено в шестом обновлении. Об этом нам еще будет рассказано в будущем. Касаемо обновления 6. Прогресс идет очень хорошо и он разделен на 8 категорий. Кровь. Органы. Базовый код закончен, что позволяет органам появляться при поедании и разрывании плоти и быть полностью интерактивными с физикой. Скоро начнутся тесты с использованием животных больше, чем ютаратор, которого нам показывали. Тем не менее, что касается органов, то для всех плотоядных животных создается новая механика. Это специфическая механика, которую можно использовать для таких целей, как улучшение диет. К трупам будут добавлены новые гнилые текстуры, а также костные остатки. Кости являются последней стадией трупа, но с ними также можно будет взаимодействовать. Диеты. Питательные вещества. Слоты. Расширенная система для диет уже создана. Чтобы предоставить игрокам больший контроль над тем, какие диетические бафы или преимущества они могут получить в среде выживания. С этой новой системой слоты нутриентов больше не привязаны к конкретным питательным веществам. Они теперь питаются последним потребляемым питательным веществом и могут комбинироваться по желанию игрока. Для лучшего понимания мы можем заполнить два слота углеводами и один слот с жирами. Что обеспечит игроку определенный баф или другую комбинацию всех слотов, питаемых белком. Предоставление еще одного совершенно другого бафа. Игроки могут использовать это, чтобы лучше настроить своего персонажа в соответствии со своим стилем игры. То есть, еще проще говоря, хотите только скорость передвижения динозавра и хорошую выносливость, питайтесь только углеводами либо жирами. Миграционная система. Поскольку новая система комбинаций диетических слотов была уже закончена, теперь разработчик начинает тестирование миграции с травоядными животными и медленно интегрирует плотоядных в нее. Эта система будет мотивировать игроков перемещаться по карте, чтобы получить выгоду от своего рациона. То есть, травоядные должны проходить целый цикл биомов, в которых находятся их нутриенты. Если стадо задержится на местности слишком долго, растения перестанут расти. Но с приходом дождей растительность будет восстанавливаться. Пищники должны идти по следам травоядных, подкарауливать их и нападать. Мы получим более подробную информацию об этой системе в будущем девлоге. Звуки. Также потрачено некоторое время на улучшение всей вокальной системы, которая была улучшена. Система скинов. Уже добавлено в меню выбора скинов для динозавра настройка цвета глаз. Это то, что мы увидим в будущем обновлении. Физика дверей, ворот, объектов. Эти системы были закончены и уже предоставлены команде MapDesign, чтобы начать добавлять их на карты. Эти двери ворота являются интерактивными, то есть взаимодействия с игроками, основанными на физике. Чем больше животное, тем легче их толкать и открывать-закрывать. Некоторые двери будут заперты по умолчанию. И игроку-человеку потребуется сначала разблокировать ее, прежде чем они станут пригодным для взаимодействия с животными. Но не забывая, в то время, как базовая физическая функциональность выполнена, в будущем может потребоваться больше работы и корректировок над ними. Автоматические огни. Теперь, также на острове, на человеческих постройках, на фонарях, радиомачтах, свет будет автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток. Это тоже базовая система, которая будет расширена в будущем с добавлением к ней других систем. Интерактивная листва. Эта система была расширена. Теперь в нее было добавлено больше типов растений, настройка физики и улучшение производительности. Это позволяет игрокам физически взаимодействовать с растительностью на карте. Помимо визуализации, будет большое взаимодействие с игроком и использованием для обнаружения добычи или угроз среди лесистой местности. Со временем, эта функция будет по-прежнему расширяться в максимально возможной степени. Система модов в игре. Моды будут работать через мастерскую Steam. Но они выйдут только после полного релиза Эвримы в полный доступ. Мое мнение такое. Хотя в некоторых играх это хорошо, но тут чувствую начнутся конфликты игры и прочее. Также, когда Эврима уже выйдет из раннего доступа, в игру будут вводить дополнения на разных динозавров. Одно из таких дополнений будет морское. Те будут морские ящеры и Титана Боа. Также, Панч сообщил о некоторых крупных зауроподах. Например, Аргентинозавр и Диплодок. Они играбельные. Так что будущее у Эвримы светлое. Информация по Дилофазавру. Пока что известно, что накладывать галлюцинации укусом они смогут только после заката солнца. У Дилки, как и Троадона, будут в диете ядовитые растения. Появится шкала яда, которая постепенно будет таять. И ее нужно будет пополнять. Механика от первого лица для динозавров. Планируется ли в будущем? Разработчик сказал, что геймплей от первого лица может быть только у людей, но не у динозавров. Потрачено огромное количество времени на производство Бэпиазавра. Давайте посмотрим ролики с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Пишите в комментариях по поводу того, что вы думаете обо всех увиденных игровых анимациях данного существа. Работа над искусственным интеллектом снова в самом разгаре с новыми птеродактилем и компе, получившим дополнительные функции, такие как набеги на гнезда и атаки. Поэтому нам в будущем придется следить за детенышами. Произошли значительные изменения в общей разработке искусственного интеллекта и в том, как он функционирует, перемещается в мире. Алазавр. Лев острова, которого нам показали на концептах и о котором мы вели речь в прошлом выпуске новостей. Сосредоточенный на засаде и готовый вонзить свои когти в тело жертвы. Мы не сможем обогнать Галимимуса, но если удастся напрыгнуть на него, мы сможем повалить его на землю. Помимо захвата и закрепления на жертву, мы узнали о том, что он может выкопывать норы и нести мясо в лапах, а не во рту. Итак, пришло время Короля Небес. Нам показали концепт-арт коварного, плотоядного летающего жирафа, я бы сказал, с клювом копьем на лице. Встречайте, Кецалькуатль. Размах крыльев оценивается до 10-11 метров. Оценить массу очень сложно. Как говорят некоторые исследования, масса, как, например, 70 килограмм для 10-метровой особи с размахом крыльев 10-11 метров оценивается в 200-250 килограмм. Этот кошмар для многих мелких существ острова. Его длинная шея и клюв дадут ему большой диапазон действий, которые делают его грозным на земле или в джунглях в воздухе. Так что внимательно придется следить не только за кронами деревьев, но и также находясь в джунглях. Мне очень страшно становится за некоторых динозавров первого и второго тира. Птеранодоны явно потеряют свою власть в небе. Огромные взмахи Кецаля крыльями будут сбивать остальных летунов. Одним щелчком своего громадного клюва Птеранодон будет захвачен и умерщвлен. Либо будет перелом, и вы просто как камень рухнете на землю и разобьетесь. Кецаль-Куатль сможет с легкостью захватывать таких динозавров, как Галимимус, свой громадный клюв, поднимать в воздух и кидать на землю. Убив, а потом наевшись его плоти, скорее всего, с таким громадным титаном неба сможет совладать только Терекс. Что меня больше удивило на концепте, и я долго думал над этим, обратите внимание, робот Кецаль, вернее дрон, в окружении фракции людей. В будущем люди смогут наблюдать за динозаврами с помощью машин. И ведь мы знаем, люди будут делиться на наемников, а те на ученых. Ученые смогут превращать динозавров в более усиленные версии, вроде Магна Тирануса, которые будут убивать гиперов, а также ученые смогут способствовать превращению динозавров в нейро или тиса. Причем нейро может управлять техникой и погодой и брать под контроль низших существ. А тиса передвигаться невероятно быстро и обладать камуфляжем. То же самое с каннибалами. Те же три стадии, три штамма мутации, гиперэндокринный колосс, нейро сверхразум, тисопластичный женец. Хм, но мне кажется, я слишком далеко забежал. Давайте хотя бы Траадона дождемся с Бейпи. Еще раз о Бейпи-азавре. Осталось сделать только анимацию для хэтчей. Это определенно будет веселое играбельное существо, и мы действительно, как говорят разработчики, сделали все возможное для его анимации плавания. Я очень доволен тем, как это получилось, и я надеюсь, что вы тоже будете довольны. Также в этом месяце Визуал Тейч, главный художник, сделал множество анимаций для человеческих построек. Добавлено куча грязи, подтеков ржавчины, внутренние объекты, различные повреждения. Разработчики проводят обширное тестирование игры на Траадоне. Также велась работа над созданием звуковых настроек и вокальных наборов, очень похожих на птеродактиля и компе. Смотрите, в будущем не перепутайте, а то придется умирать от яда данных динозавров. Анимационная работа над цератозавром и галлимимусом замедлилась, поскольку увеличилось производство шестого обновления. Но работа над производством динозавров составляет меньше труда. Дриозавр также будет переделан уклоны, прыжки и бег. Рытье нор было протестировано разработчиками несколько раз, но оно еще не готово к демонстрации для наших глаз. Некоторые из других динозавров, которые появлялись в производстве, о которых нам не упоминали, включают Авераптора, Барионикса, Кентрозавра и Дилофазавра. Однако, ни один из них еще не получил анимации. Скажу так, работа над ними скоро начнется. И более того, нам покажут их скоро на стримах разработчика в ближайшее время. Что же, скрестим пальцы на удачу. От себя скажу. Наконец-то диеты, новые динозавры. Этот своеобразный комплекс механик, огромный набор, позволит игроку самому попробовать и познавать различные бафы-дебафы. И, конечно же, мы получим новое выживание в мире The Isle of Rima. Если тебе понравился данный выпуск новостей, обязательно ставь пальчик вверх, подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео и стримы. Также обязательно подпишись на нашу группу ВКонтакте, канал Яндекс.Дзен, и вступай в наш Дискорд. Все ссылки в описании. Всем до новых встреч. Всем хорошего выживания в мире The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok